И возможно, что кто-то из этих маленьких горожан будет учиться в школе хутора Мяски. Она в этом году празднует 60-летний юбилей. За годы своего существования образовательное учреждение стало своего рода культурным центром металлургического района. Здесь обучаются дети самых разных национальностей. Поздравить школу отправилась и наша съемочная группа. Около стенда на первом этаже бывшей школы номер 20 очередь. Выпускники разных лет стремятся найти себя на фотографиях. Айрат Садыков, выпускник 85-го, в свое время стоял на воротах школьной хоккейной команды. Годы учебы вспоминает с приятной ностальгией. Один раз мы уходили на городские, выступали в юности. Это где-то получается 83-84 год мы заняли третье место по области. Как и сейчас наши дети учатся, так мы и учились, бегали, прогуливали, что делали. Ну и что, как все дети, нормальные, росли. На втором этаже образовательного учреждения официальная часть празднования. Юбилей собрал сразу несколько поколений людей. Это учителя, ученики, дети и внуки бывших учеников. Старожилы говорят, это только зданию 60 лет. Вообще школа на хуторе появилась в далеком 27-м году. Галина Салова работает в этих стенах уже 45 лет. Середина 90-х стоит во главе учреждения. Сейчас мы говорим, нам сложно. До 29 человек, если в классе. А мы ведь работали тогда, вот за 40 переваливало. Конечно, было трудно. Сегодня в школе работает несколько кружков по пению и игре на национальных инструментах. Педагоги с гордостью заявляют, ученики знают не только английский, но и татарский, а также башкирский языки. Заслуги учителей не остались незамеченными. Подарки и поздравления для них подготовило общественное движение «Соцгород». Александр Куликов, Кирилл Данько, СТС, Челябинск. Молочную кухню сохранят, дети без питания не останутся. Областной Минздрав ответил на запрос телеканала СТС, Челябинск. Напомню, в одном из сюжетов мы рассказывали о том, что в Ленинском районе хотят закрыть один из последних в городе пунктов раздачи кисломолочных продуктов для маленьких челябинцев. Ежедневно молочную кухню Ленинского района посещают около 170 семей. Молоко, кефир, творог сюда привозят каждое утро. Когда в декабре челябинцы узнали, что пункт раздачи детского питания закрывают, негодованию не было предела. Мамы, папы и бабушки организовали сбор подписей. Сегодня областной Минздрав утверждает, в 2014 году раздаточный пункт, расположенный в Ленинском районе, продолжит функционировать в прежнем режиме. Начнут ли вновь работу другие, ранее закрытые молочные кухни, не сообщается. Зимний эксперимент по Уральске. В Челябинске открылся единственный в городе ледяной бар. В уникальном зимнем баре мебель, барная стойка и даже посуда, сделанные изо льда. Раньше такую диковинку можно было увидеть в Екатеринбурге, Москве и даже Дубае. В Челябинске такой необычный бар первый и пока единственный. Приходит много гостей, всем нравится, все удивляются, нигде никто не видел такого. Если видели, то где-то за рубежом, как правило. Секретный ингредиент есть, это просто наша душа, которую мы вкладываем в нашу работу, для того, чтобы наши гости радовались. Впрочем, гости в ледяном баре долго не задерживаются, поэтому и постоянных барменов здесь тоже нет. Специально для любителей холодного экстрима сотрудники заведения одеваются потеплее и встают за барную стойку. В Челябинске могут появиться альтернативные линии, источники связи для экстренных служб. Такую возможность озвучили чиновники. Причиной послужила коммунальная авария, нарушившая работу Ростелекома. Напомню, накануне из-за происшествия без связи осталось 550 тысяч абонентов. Под угрозой отключения в течение всего дня находилась служба 03. Ранним воскресным утром многие жители Челябинской области остались без телефонной связи, интернета и кабельного ТВ. Информация тут же просочилась в интернет, недовольству пользователей не было предела. Через несколько часов официальные комментарии появились и на сайте оператора. Причина – вероятный прорыв воды из отопления серверной. Нас спрашивают, почему мы не перевели всю связь на резервные линии. У нас есть резервные линии. Но авария касалась не линейного ресурса, а именно узла связи, причем того, который отвечает за всю связь Челябинской области. Между тем, по словам экспертов, некоторые фирмы, чей бизнес связан с интернетом и телефонией, понесли убытки. Чего не скажешь о горожанах. Многие впервые увидели знакомых не на страницах соцсетей, а в реальности. Покататься на санках с детьми, погулять, встретиться с друзьями, сходить на площадь и революции можно сходить. Я погуляла, сходила на конки, на каток, покаталась, в кино сходила заодно попутно. Есть письма, им можно написать письмо. Это время посвятить родным, близким и друзьям. А если нет света, то, как пел Саша Васильев, делайте новых детей. Дмитрий Щапов, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. Самые непредсказуемые вопросы и не менее неожиданные ответы. На первом развлекательном стартует новый проект «Народ говорит». Какая истина глаголит устами челябинских младенцев? Расскажем прямо сейчас. Одни стихами и песнями. Что мы с тобой никогда не будем. И вообще, я тебе не пара, я такая Галя, и ты не тот парень. Другие зажигательными танцами. Проявить себя на кастинге его участники вполне ожидаемо решили своими талантами. Правда, повлияют ли они на решения жюри, оставалось лишь догадываться. Указанными критериями при отборе был возраст от 5 до 9 лет и полет фантазии. Остальные же условия нового проекта на первом развлекательном «Народ говорит» организаторы до последнего момента хранили в строгом секрете. Изюминкой нашего проекта станут дети. Именно они будут отвечать на главные, глобальные, злободневные вопросы, на которые даже иногда взрослые не могут найти ответы. Меня зовут Никита. Я работаю на строительстве на заводе ЧТЗ. А кем ты на заводе работаешь? Трактостроителем. Скажи, пожалуйста, а что такое любовь? Это тогда, когда у людей происходит счастье. А как оно происходит? Ну, они встречаются и находят в себе свою любовь. В ходе кастинга стало ясно, наши предположения оправдались. Вопросы для острых на язык детей не всегда по зубам даже их родителям. Скажу, что детские были вопросы. Например, такой вопрос, как откуда берутся дети. Курс рубля и евро растет, это я знаю. Больше ничего не знаю. Что такое счастье, его спрашивали. Отвечал про невесту, его спрашивали. И что-то про доллары. Что такое счастье? Мягко говоря, неожиданные вопросы. Про индексацию пенсии, курс доллара, как стать президентом, наверное, даже я бы затруднился ответить. Самые яркие и неординарные малыши продолжат отвечать на каверзные вопросы ведущего уже на телеэкранах. Увидеть их зрители СТС смогут в ближайшее время в программе «Городские новости». Мила Янкина, Василий Швачко, СТС, Челябинск. Турнир с историческим оттенком. Фестиваль единоборств за Россию не только стал победоносным для наших спортсменов, но и открыл момент истины. Спортсмены выразили поддержку миру во всем мире и заявили, война должна быть только на ринге. Самые яркие моменты соревнований в репортаже Ольги Баруновой. Вот так на ринг выходят гости из Америки. А это уже выход хозяев. Челябинск за Россию. Фестиваль единоборств в этом году с историческим оттенком. У России очень богатая история, связанная именно с воинами. Мы хотим, чтобы все воины происходили только на ринге, и мы сражались только на ринге. Но все-таки это есть история, и мы должны помнить историю. У кого, кто не помнит своего прошлого, того не будет будущего. Напомнив зрителям про историю, челябинские бойцы напомнили и соперникам, кто в ринге хозяин. Кикбоксеры досрочно завершили свои поединки. Бахтияр Мухамедзянов легко разобрался с Альбертом Тапи из Техаса. А Эльнас Сайфуллин в первом же раунде нокаутировал чикагского спортсмена Джеймса Вилсона. Был огромный заряд просто, потому что вес поддержал немножко, и хотелось уже за неделю быстрее отбоксировать. Очень много работы было сделано, быстрее хотелось выступить и просто выплюснуть свои эмоции и энергию. Еще две победы челябинцев уже в поединках боксерских. Титул чемпиона Европы по версии IBF в 12-раундовом бою выиграл Мурат Гассиев. А в тайском боксе Хаял Джаниев сумел порадовать своих болельщиков. Правда, такая победа далась очень нелегко. Позже выяснилось, что у Джаниева перелом скуловой кости. Да и сопернику Матеусу Барбоса из Бразилии пришлось обращаться к врачам. Заключительная встреча вечера – рейтинговый бой боксеров-профи Константин Пономарев по прозвищу «Талант» против чемпиона Латинской Америки Раймона Делакруссена из Аргентины. Каменный подбородок, так скажет потом о своем сопернике Пономарев, выстоял все 10 раундов. Но южноуралец был сильнее. У него очень жесткий удар и каменный подбородок. Ну, так оно и есть. Держал удар, молодец. До конца отстоял бой. Ну, победа моя. Таким образом, из семи поединков фестиваля «За Россию» в шести победили челябинцы. Лишь в рейтинговом бою ММА Данила Кузьмин уступил испанцу Ненаду Аврамовичу. Ольга Барунова, Олег Салпанов, СТС «Челябинск». Это была последняя информация о выпуске. Отличного вам настроения и только хороших новостей. Увидимся на СТС. До свидания. СТС «Челябинск»